СПУТНИК КИНОЗРИТЕЛЯ Здравствуй, Антон! Здравствуйте, ребята! Ну что, лето близится к закату. И слава богу. И слава богу. В самом случае, в отношении кино точно так как-то мало по-настоящему огненных фильмов пришлось на это лето. Ну, было 2-3 таких ярких, интересных, но обычно 2-3 интересных каждый месяц выходят. Лето получилось удивительно пустым. Я не знаю, чья это вина. Может, это просто на стечении обстоятельств и ничего сверх того. Ну вот сейчас статистика, что даже этим летом закрылось больше кинотеатров, чем открылось. Это впервые за последние годы. Ну я закрылась. Я думаю, что они стали закрываться за плохого репертуара. Наверное, это общая тенденция. Но да, кинотеатры закрываются, это правда. Ну, будем надеяться, что многие из них закрываются на реконструкцию, чтобы открыться в новом улучшенном виде. Вот мой домашний кинотеатр, ближайший к дому Прага, закрылся именно в этом году. Это очень меня расстроило. Проротиться в какой-нибудь там пристанище для геймеров. В Прагу же геймеры, люди, погоди. Это самое типунтиный язык. Ну, значит, недостаточно ходили. А может быть, просто они его хотят улучшить, чтобы больше народу ходил. Я не знаю. Это же... Ну, на самом деле, там, Антон, положа руку на сердце, нужно было делать ремонт. Наверное. Ну, просто это я говорю, мой домашний ближайший к дому кинотеатр. Ну, он открылся, я помню, в 2000 или 2001 году. То есть, один из первых. Да, что-то такое, да. Он был раньше других. Тогда он был премьерным кинотеатром. Ну, ладно. Что у нас на этой неделе? Ну, очевидно, что главная первая премьера, это, конечно, «Мама Мия 2». Вот. Которая в оригинале называется, как всегда, без некрасивой цифры 2. Называется «Мама Мия, here we go again». Ну, да. Тоже строчка из Аббы. Но, видимо, прокачки наши решили, что русский народ Аббу наизусть не знает. И цифра 2 будет ему понятнее. Значит, это продолжение мюзикла одноименного почти, что «Мама Мия», который вышел 10 лет назад. Я не мог поверить, что это уже было 10 лет. Уже 10 лет прошло. Да, я тоже в состоянии был. Вот время летит. Да. Ну, да, 10 лет назад. Я думал, ну, 5, наверное. Ну, да, да, да. Вот мне точно так же казалось. Я проверил по всем, значит, да, 10 лет назад. В общем, «Мама Мия 2» продолжение первой части. И это, как сиквел, это вполне достойное произведение. Но я должен тут оговориться, чтобы не звучать, так сказать, потугами на объективность. Никакой объективности здесь нет. Я очень люблю группу Абба. И мне совершенно не нравится тот фильм. И я понимаю, что они действительно максимально хорошо сначала для сценического мюзикла, потом для фильма приспособили песни. Они сделали все для того, чтобы песни влились в этот немудряющий сюжет. Ну, по-моему, был неплохой, кроме этой нелюбимой мной Аманды Сейфсиджи, как она там, Сейфреда, как ее там зовут, я забыл. Короче, вот этот пучеглазый, который все там испортил. Кастинг там был в порядке. Были трое отцов, в которых играли Перс Бростон, Колин Фёрд и Селлен Скартгард. Трое великолепные артисты. А как там Мэрл Стримб прыгал к акробатику в 60 лет? Ну, я, если честно, Абу люблю слушать, и мне вот этот видеоряд не мешал. Более того, у меня совершенно держит чувство. Но никто же не уничтожил записи Аббы. Слушайте их дальше. Да нет, мы просто про фильм говорили. Мы же не против кощунства, что они как-то испортили. Испортить Абу невозможно, но на мой взгляд, они и не улучшили. А немножко добавили ненужного к Аббе. Более того, я, как большой поклонник группы Абба, люблю их за одну специфическую вещь, которую, опять же, в России не принято о ней говорить, потому что для этого надо изучать немного тексты. Вообще-то, Абба — это группа гениальная совмещением сверхмажорной счастливой музыки с довольно депрессивными и мрачными текстами. И в фильме этого не было совсем. Он был сверхмажорной. Он был оптимистичный на грани уже какого-то передоза сахара. Вот. Сделан он был очень технично. Никто слова не скажет. Это действительно была ловкая картина. Что сказать про вторую картину? Тут поменялся, во-первых, режиссер. Ну, Феллида Ллойд тоже совсем никакой не гений. Она потом сделала «Железную леди» про... Тоже с Мерл Стрип. Про Тэтчер. Вот. Она нормальная режиссерша такая, вполне профессиональная. А Олл Паркер, у него это третий фильм. Предыдущие два я даже не смотрел. Это тоже английский режиссер. Более всего известен как сценарист. Вот эта диалогия про отели Мерреголд. Тоже ничего, честно говоря, выдающегося. Ну, ничего, позорного. Ничего. Хорошее кино. Нет, никакого позора. Она нормальная. Он у сценариста. В общем, он за это все взялся. И дальше, в общем, я не знаю, планировали так или не договорились. Короче говоря, обошлись на этот раз без Мерл Стрип. Тут надо сделать оговорку. А здесь шер, что ли? Да, слушай меня до конца. Оговорка на правах спойлера. Мы всех сегодня перебивали. Мерл Стрип все равно появляется. Она поет несколько куплетов припевов, потому что должны быть такие ностальгические флэшбэки. Но это не фрагменты из старого фильма, а новые какие-то моменты, где они вспоминают эту героиню по имени Донна. Но она по сюжету умерла. С этого фильма начинается. Что ее нету, а ее дочь готовит к открытию гостиницы, ту самую греческую гостиницу, где происходило действие. И туда должны приехать все трое ее отцов и ее муж. У мужа дела, у отцов двоих из трех тоже какие-то дела. И она в тоске ждет открытия. Ужас в том, что этим сюжет исчерпывается. То есть больше ничего не происходит, кроме ожидания того, сейчас мы сделаем вечеринку, но как же мы ее сделаем, что-то никто не приедет, а еще будет ли хорошая погода. Я в полной растерянности от такой редукции сюжета уже абсолютно к одной линии, к одной строчке. Но, в принципе, этот Ол Паркер, конечно, умный человек, не скажу, что очень талантливый, но умный. Он использовал здесь модель, которая сработала идеально, может быть, в лучшем сиквеле за всю историю Голливуда в фильме «Крестный отец 2». То есть фильм сводится к довольно вялому развитию событий в настоящем времени и классным флешбекам из прошлого, из 70-х годов, когда эта самая Донна, героиня Мэрил Стрип, была молода и встречала всех этих трех кавалеров, которые предполагаемы отцы. То есть эту историю мы уже знаем, она в предыдущем фильме была рассказана. А здесь она показана с песнями. Если песни и сюжеты изъять, то фильм будет короткометражкой, минут на 12 примерно. Потому что и старые сюжеты, и новые, они этим исчерпываются. Есть пару смешных маленьких эпизодов. Самый смешной, когда появляются... Не рассказывай, что уж теперь. Ну ладно, хорошо, не буду рассказывать. Когда я только скажу, что в флешбеках очень хороший дух и настроение, правда мне понравилось, больше, чем в наше время, им вот этому 79-му году, вооружаемому, ему больше идут песни Аббе. Ну и все, надо смотреть и без дубляжа смотреть. Потом, ну да, если найдешь, то да. Но песни не дублированы, если что, хотя бы. Спасибо на это. А тут песни две трети занимают. Нюша бы там пела вместо Аннеты. Это легко. Потом тут... С них станется. Очень безликий, хотя... Да ну у тебя. Все трое красавчики, но довольно безликие все трое кавалеров в молодости, да, папашки в молодости. Но вот Донну в молодости, ее сделали очень классно. Играет Лили Джеймс, она мне очень нравится. Это вот эта вот молодая девица, которая играла в темных временах с Гарри Олдманом секретаршу Черчилля, которая играла Наташу Ростову в «Новой войне и мире» Би-Би-Сишном и Золушку, соответственно, Золушку Кеннета Брана. Это главная сейчас британская молодая звезда. А, такая с деревенским лицом, рыжая такая. Деревенским, абсолютно. Да-да-да. Ну, кто сказал, что это плохо? Она очень... А, да-да, ну, я точно знал. Если Антону какая-то девка нравится, у меня точно нет. Хорошо. Значит, она здесь удивительно уместна, совершенно внешне не похожа, конечно, на Мэрил Стрипс, на другое строение лица, но она танцует, поется хорошо. Музыкальные номера хорошие есть, но что греха таить? Лучшие номера они использовали в первой части, и здесь настолько их фиаско очевидно, что, ну, есть кульминационные моменты, когда песни, ну, совершенно безликие. Я знаю эти песни, песни Аббы, они вот не подходят для того, чтобы зал хотел подпевать и приплясывать. Но есть некоторые очень хорошие, не использованные там, вроде Waterloo, Super Trooper, это прекрасные песни. Вытащили из предыдущего фильма Dancing Queen и Mama Me, потому что как же без них? Еще раз спели полностью. Я считаю, что это капитуляция. Делаешь сиквел, у Аббы полно хороших песен. Ну, я скажу, слушай, сейчас только Г выходит, что уйти посмотреть симпатичных людей, симпатично сделанных, никто не претендует же на шедевр, аккомпанемент великих песен, но и что на два часа уйду забыться. Наоборот, говорю, что многим будет там очень хорошо. Все лучше, чем лет твоего любимца, знаешь, смотреть. Ну, с этим я, конечно, категорически не согласен, но кому нравится первая Mamma Mia, есть некоторые шансы, что понравится и вторая. Значит, из симпатичных лиц, как ты сказал, появились двое новых, ну, кроме Лили Джеймса, всей молодежи. Тут есть Энди Гарсио, который, по-моему, просто для красоты взяли. И чтобы оправдать включение одной из песен, не буду говорить какой. Все уж не молодые люди-то, Энди Гарсио тоже ведь уже не молодые. Энди не молодые, кроме молодых. Энди Гарсио и Шер, которые играют роль бабушки, выглядят моложе всех молодых внучек. И правнучек, как водится, выглядят довольно, я бы сказал, стрёмно. Да ладно, она нормально выглядит. Ее уж там перенатянули уже, я имею в виду пластика. Вот тут мне завидуются. Не подумайте, чего граждане. Любоваться прямо. А я в Нос-Анджелесе проезжаю, значит, там, ну, все как-то, видимо, там в глубине дома знаменитостей, и только один дом прямо на берегу окружен практически такой, знаешь, стеной, стеной, ну, я бы сказал, в которой снимались, там, приключения рыцаря Айвенга, баллада доблестного рыцаря Айвенга, в которой гаснут снаряды, значит, там какие-то частные патрули вокруг ходят, внутри стоят такие пальмы, вот такие, знаешь, ну, вот весь китч, который можно, я говорю, а чей дует? Это дом Шер. Ну, ладно. Мы ее любим не за это. Нет, нет, да. Ну, что ж, ну, талантливая женщина. После того, как я когда-то в юности посмотрел «Искуски ведьмы», о чем говорить, ну, конечно. Ну, конечно, это все навсегда можно простить любые другие. Да я по-доброму, чё ж, я сам бы с удовольствием. В общем, она классная, у нее здесь не столько роль, сколько такой выход эффектный. Он эффектный, он яркий. Вот, поэтому «Любите Шер», давно ее не видели на экране, она сейчас не так часто снимается. Кстати, парадоксальный факт, я прочитал его в Википедии, потом думаю, и правда, мне в голову не приходило. Она известна больше всего как певица, но она практически ни в одной своей кинороле не пела. Вот тут она это делает. Ее роли – это роли, это актерские работы, совершенно не имеющие отношение к ее танцевально-вокальным бесспорным данным. Просто мухи отдельно, котлеты отдельно. Не знаю, что здесь мухи, но неважно. В общем, короче говоря, «Мама Мия-2», а она выдает вам, на самом деле, ровно то, чего вы от такого фильма могли бы ожидать. Ни больше, ни меньше. Дальше уже сами решайте. Вот человек написал, чисто бабский фильм. Нет, мне кажется, ты напустился на хорошо сделанный чизбургер такой. Знаешь, что это совсем не имеет отношения к Фуагре, и к Вдове Клико тоже не имеет никакого отношения. Да, это чизбургер. Ну, дело не только в этом. Ну, люди же не только Вдову Клико должны с Фуагрой есть. Я не спорю, просто бывают коммерческие проекты, которые нам нравятся, бывают, которые нас не трогают, бывают, которые раздражают. Это из тех, которые меня раздражают. Я, честно, в этом признаюсь. Я рассказываю о достоинстве. Я считаю, что пятая миссия невыполнима, это провал. Шестая. Шестая, да. А вот вторая Маме Мии, я уверен, что... И тут я с тобой согласна. Ну, миссия, да, я спорить не стану. Не стану, да. Ладно. Я просто точно знаю, что я не уйду через 20 минут на Маме Мии. Вот гарантированно, хотя бы... Там есть слишком сильная валюта, называется песня Абба. Ну, мне про это и сказали. Против этой музыки, против лома нет приема. Все-таки иногда я думаю, может, это какая-то неправильная мысль, что все-таки вторая группа в мире после Битлз, это все-таки Абба. Вот за всю историю поп-музыки. Я бы считал, что они в параллеле просто. Ну, может быть, да. Чуть-чуть видно разные виды спорта. Ну, то, что это Ангел, который... Битлз совершили революцию все-таки. Но вот настолько сильного, не знаю, вируса, что ли, музыкального, который в тебя проникает, фиг ты его выгонишь из себя, никто больше... Никакие Элит Зепплин, никакие Роллинг Стоу, прекрасные великие группы. Но вот до этого не допрыгнуть. Нет, у меня есть версия, что просто за все страдания и гадости человечества в 20 веке, там, Господь или нечто сверху спустило людям Битлз и Аббу, просто чтобы передохнуть, знаешь, это... Ну, это может быть. Немножечко так это, остановить кровотечение, потому что очевидно, что они абсолютные ангелы, вот, и гармония их творчества абсолютно совершенно, просто абсолютно, как бы, да. Это признано всеми, и мало того, то, что они распались, как распались, как бы, да, они в результате, там, ссоры, как бы, да, а это очевидно, что просто там сверху спустили, ребят, с небески, хватит, как бы, да. И дальше все-таки... Хорошенько понемножку. Да, 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 ну и правда, ну и на самом деле... Ну и правда. Ладно, к Битлз мы еще обратимся в нашей сегодняшней передаче. То есть, в полу сейчас собраться, да? Да. Немножко с рингом. Значит, второй фильм большой, который выходит на этой неделе, на самом деле, неплохой, но и не очень хороший. Это вот, как и в случае с Мамма-Ми, это ровно тот продукт, на который можно рассчитывать. Ну, это фильм ужасов, называется Слендермен. Многие его ждали. Это история про... Ну, как не ждать-то? Ну, вы, нет, но поверьте, это тинейджерская такая фишка и практически культовая для очень многих. Это такая городская легенда. Слендермен — это живущий в лесу такой жуткий, полупризрачный, вытянутый человек, которого, если ты позовешь, призовешь, дальше уж от него не избавишься. Тут про четверых девчонок-подружек, которые, значит, в начале фильма сидя у компьютера, выполняя на идеях в интернете какие-то псевдоритуалы, конечно, хихикая над этим, вызывают этого самого Слендермена. И дальше он за ним и начинает приходить. Очень стандартная картина. Нелинейный ход. Ну, я не говорю, что нелинейный. Это просто беспроигрышная четкая жанровая штука. Ну, для середины августа вполне подходящая. Для тех, кто любит фильм ужасов, я, например, люблю этот жанр. Это качественно, такое на четверку с минусом произведение. Я всегда говорил, что если хотите посмотреть настоящий фильм ужасов, от которого вы будете настоящим и жутко посмотрите, фильм «Маленькая вера». Вот это все ужасы переплюнет. Ну, с этим не поспоришь. Так и любой Достоевский страшнее Стивена Кинга, это ясно. Ну, или Кавка, конечно, страшнее. Вот. И фильм, который на этой неделе выходит, который мне кажется, конечно, совершенно очаровательным и ужасно нравится, но он для довольно специфической аудитории, не для всех. Он для, во-первых, англофилов, во-вторых, для тех, кто торчит на 60-х. Для кого 60-е – это главное десятилетие в истории, значит, мировой культуры. И там-то Пол Маккартни и участвует. Фильм называется «Мое поколение», точнее говоря, его название переводить не стали, и правильно, он называется «My Generation». Потому что «My Generation» – это не только «Мое поколение», но и название, звучащее на начальных же титрах, песни великой группы «Ху». Кстати говоря, это тот как раз случай, когда я безумно благодарен... «The Who». «The Who», спасибо. Безумно благодарен создателям этого фильма за то, что они реабилитировали «The Who» и поставили их в фильм, это прямо практически делается, в один ряд с «Битлз» и «Роллинг Стоунз», как революционеров 60-х. «The Who» часто забывают, считается, что это такая второстепенная группа, ничего подобного. Пит Таунсенд и Кит Муна, Роджер Долтри, их певец – все великолепные люди. «The Who» просто, видимо, там в последнее время их там затерли, потому что был какой-то скандал с этим «Битлзом». Ну, а нет, «Битлз» вообще давно распались, неважно. Нет, группа великая, песня эта великая, названиями этой песни там названы как бы главы этого фильма. Они тут не главные герои, здесь один главный герой. Он же рассказчик, он же, кажется, что автор, но вообще-то там авторы сценария, он это разыгрывает. Но рассказывает он о себе, действительно. И мы видим его юного и его теперешнего – это сэр Майкл Кейн. Все, больше ничего не рассказывай, я хочу посмотреть. Ну, короче говоря, это, если вы любите Майкла Кейна, в любых его ролях, в его поздних ролях, не знаю, у Нолана в виде дворецкого «Бэтмена», в ранних ролях, когда это был кокни-негодяй такой молодой, обаятельный. Ну что, давайте, все знают Майкла Кейна, да. Ну, может, не все, но думаю, что большинство. Короче говоря, если, в принципе, вам этот человек близок, если он вам интересен, если он вам нравится, «My Generation» – это фильм, который для вас просто обязателен для просмотра. Вот. Поэтому, ну, вот не пропустите. Режиссер Дэвид Бетти ничего мне на самом деле не говорит. Слушайте, я вам, знаете, что порекомендую? Вот то, что можно сделать прямо сейчас. Может быть, вы уже это видели. Дико совершенно, дикая милота. Мне посоветовали, есть такая, ну, с этой, то есть это называется «Late Night». По-моему, сейчас в Лондоне тоже делают эту программу. И там есть такая у них подрубрика «Carpool Karaoke». И, значит, наберите просто в поисковике «Пол Маккартни, Carpool Karaoke». «Car» как машина, «Караоке» как «Караоке». А «Пол Маккартни» как «Пол Маккартни». Там 20-й не видел, это, нет? Видел, это очаровательно. Это очаровательно совершенно, 23 минуты. Я не хочу ничего рассказывать. Какого-то счастья. И не надо ничего рассказывать, потому что там есть сюрпризы. Короче говоря, ведущий привозит, уговорил «Пол Маккартни» оказаться в Ливерпуль, где он не был лет 40. Не рассказывай. Да-да-да. А почему не рассказывай? Потому что это 23 минуты. Посмотрите прямо сейчас. Последняя вещь скажу про «My Generation». Мне очень нравится то, что когда здесь разговаривают выжившие, что называется, герои 60-х, мы слышим за кадром их теперешний голос, их диалог с Майклом Кейном, а на экране мы видим только пожилого Майкла Кейна, а их мы видим молодыми. Они о себе рассказывают. Мариан Фейтфул именно такая, Роджер Долтри, тот же самый Маккартни. Все это участники этой картины. Великие люди. Великие люди. И, видимо, все-таки Лондон в каком-то смысле был центром мира тогда. Вот это достаточно вспомнить. Я бы хотел оказаться, знаешь, не просто кем-то. Я хотел бы, знаешь, кем-то. Вот у меня мечта, если бы машина во время, кем бы ты хотел оказаться? Я хотел бы оказаться тем самым фотографом. Да-да, я хотел сказать, героем фильма «Фотоувеличение» Митланджу Антонио. Вот просто им, да, с этой машины, с этой студии. И на этот концерт «Ярдбёрдс» для ломанки-гитары. Да, с этими молодыми, значит, Джейн Биркинами. А просто пейте, не пьёте. Верушка, да-да. Да, все так. С вопросом «Верушка, ты же должна была быть в Париже». Я бы «Твиги» хотела. Ой, «Твиги» тоже прекрасно. «Твиги» участвует в этом фильме. Тоже увидите, там я услышу. А сейчас «Пиги». Нет, не «Пиги», это скорее «Твиги». Спутник кинозрителя. Вот, продолжим... Помолчи. Да, вот в задумчивости. Медицине родится, да. Продолжим рассказ про фильмы этой и следующей недели. Собственно, до следующего четверга, когда я явлюсь сюда вновь. На самом деле, прокат, как я уже говорил, не очень у нас выдающийся. Зато есть внепрокатные всякие истории. И они совершенно очаровательные, очень разные со всех сторон. И сейчас я про них, давайте, постепенно буду рассказывать. И я думаю, что тут реально каждый себе найдет под настроение что-нибудь хорошее, подходящее. Начал бы я, наверное, с того, что... Ну, сначала я скажу просто, не буду подробно рассказывать, потому что фильм выйдет на следующей неделе. Я, наверное, тогда расскажу больше. Фильм новый Гасса Вансента, «Не волнуйся, он далеко не уйдет». Только Гасса или так называется кино? Это шутка. Да, я пошутил. Ну, ты шутил, а слушатели начинают сразу нервничать. «Не волнуйся, он далеко не уйдет» — это фильм по реальной истории знаменитого карикатуриста, который был парализован. И главную роль играет Хоакин Феникс. И, в общем, главная причина смотреть этот фильм, ну, кроме, как всегда, аккуратный и хорошо сделанный режиссур Вансент, это сам интересный сюжет и великолепный артист. Но я расскажу на следующей неделе, подробнее говорю. — Значит, в эти выходные показывается кино, за которое я вот... — Ой, слушай, извини, пожалуйста, я тебя перебиваю. Мы вот когда так квохтали, что 10 лет, они как прошли, вообще незаметно там, типа, да? — Ну, и чего? — Чего пишут? Первую маму-мию вы обсуждали 10 лет назад во время первого пришествия. Это я помню. Ужас, ужас. То есть мы с тобой на маяке обсуждали первую маму-мию. — Ну, да, если она 10 лет назад вышла. — Не, я верю, конечно. — А с кем? Мы с тобой обсуждали. — Просто не помню этого абсолютно, ну, запросто, конечно. — Чёртово дежавю. — Чудовищно. Ну, на самом деле, прекрасно, а не чудовищно. — Нормально. — Ничего чудовищного в этом нет абсолютно. — Да нормально вы хорошо выглядите. Не парьтесь. — Ну, ладно. — К счастью... — Часть забега пройдена, давайте дальше бежать, да. — Ну, как, слушай, люди помнят, да? — С ума сойти. Передай привет этим людям. — Привет, пожалуйста. А мне просят сказать спасибо за наводку на карпул караоке, да. — Ну, да, это прекрасно. — Вечером посмотри. Вот. На выходных показывается, это такое спецсобытие в Москве, в кинотеатре «Октябрь». На следующей неделе будет, собственно, фильм в прокате. Событие называется словом «Беспредел». Это последние три фильма, ну, там он один снял ещё между ними. Последние три фильма Такеша Китана. — Что такое «Беспредел»? — Это вот... — Название фильма. Первый фильм называется «Беспредел». Второй фильм называется «Полный беспредел». И третий называется «Последний беспредел». — То есть, вы представляете эфирную сетку НТВ, что ли? — Так, начинается реклама конкурентов. Нет, пожалуйста, без этого. Нет. Китана — человек, который сделал себе имя и имидж на очень нестандартных гангстерских картинах, таких как «Фейерверк», «Санатина», «Жестокий полицейский». Ну, я думаю, что там, «Синефилы» все эти картины смотрели, а они «Синефилы» хотя бы слышали. Он этим когда-то прославился в 80-х годах, в начале 90-х, получил полно премий «Золотого льва» в Венеции. Потом на какое-то время ушел делать совершенно экспериментальное кино. И, наконец, вернулся с фильмами, которые имеют очень большой успех в Японии, на его родине, в прокате. Которые формально похожи на обычное жанровое типовое кино, не похожи на фильмы самого Китана. Но, на самом деле, мне они напоминают своим холодным злым юмором и каскадом насилия, из которых фильмы состоят. Каскад насилия, да. В чистом виде. Теперь ванала войдет и есть. Спасибо. Процедуру в поседе «Чайка». Каскад насилия. Записывайтесь. Аттракцион такой надо. Вот. Значит, это сопоставим, я бы сказал, с фильмом «Балабанова жмурки». Вот такого рода кино, где герой появляется и кажется, что ты только начинаешь его полюблять, как-то к нему привыкать, как его, ну, например, закапывают по шею в землю и посреди шоссе, и машина давит его голову. Мы все это подробно смотрим. Там много такого. В общем, Китана молодец. С насилием он экраном обращается сверхстильно. Своего героя, в данном случае, он сделал не каким-то романтическим якудзи, а это такой рядовой гангстер, попавший в шестеренки этого насилия. Совершенно неположительный герой. В этих фильмах трех нет ни одного положительного героя. В общем, это завораживающее зрелище о современной мафии, демифологизирующее, дегероизирующее, деромантизирующее все эти криминальные радости, которые кино так любит превозносить. Очень полезное, отрезвляющее кино. Очень круто снятое, смонтированное. Это у него, как всегда, на высочайшем уровне. Значит, фильм «Последний», называется «Последний беспредел», третий в трилогии, на следующей неделе выходит в прокат с четверга следующего. Значит, в понедельник будет его премьера, и я вместе с Эмом Клебановым, прокатчиком «Китана», мы будем обсуждать этот фильм с публикой. Это будет кинотеатр «Октябрь», приходите туда. Надо посмотреть два предыдущих «Беспредела». Я говорю, а перед этим, для тех, кому интересно, в субботу и воскресенье там же показывают первую и вторую часть. Они в прокате уже были, их перевыпускать не будут. То есть, если вы хотите посмотреть подряд все три фильма, то суббота, воскресенье, понедельник. Вот, в понедельник я буду сам, значит, это все представлять. И не связанная с этим информация, но я все-таки скажу. Я уже давно не слышал про старика Клебанова. Жив еще курил? Он сказал, что этот фильм, последний фильм «Китана», это будет последний фильм компании «Кино без границ», который он выпускает в прокат. Что он из кинопрокатного бизнеса с этим уходит окончательно. Он начал этот бизнес 20 лет назад с фильма «Фейерверк Китана». Хочу. Ну, это вопрос надо Сэму задать. Он прекрасный парень, уверен, что он ответит нам. Да нет, он просто занимается другими делами, у него другие проекты, и все. На самом деле, все прозаично. Можно сказать горьким голосом, что сейчас арт-прокат никому не нужен. Но ничего подобного. Каждую неделю выходят какие-то арт-фильмы. И только что фильм пылающий корейский, тоже там азиатский, собрал полно денег. Так что все нормально. Ну, просто вот эта глава закончилась. Я свою написанную 12 лет назад книжку про Такеша Китана переписал и переделал. Ее новая версия выйдет в октябре. Когда будет, с удовольствием принесу в студию, представлю, расскажу тут. И под это в октябре мы, искусство кино, сделаем ретроспективу старых классических фильмов Китана. Кикуджиро, куклы, фейерверк. Самые вот его хрестоматийные. Кикуджиро он вспоминает. Я обожаю. Любимейший мой фильм. Ну, он же очень разный Китана. Он такой немножко Чарли Чаплин. У него есть где-то такой мягкий добрый юмор, а где-то наоборот жуткая жестокость и поэзия и кровь. Все на свете. И любовь и романтика. Вот эти фильмы «Беспредел», они другие, они отличаются. Этим они интересны. А старые будем показывать, повторяю, в октябре. Я об этом подробнее расскажу в этой же студии. И там будет книжка. Короче говоря, приходите на Китана. Ты переписал с учетом каких-то идеологических установок? Нет, он снял шесть фильмов новых с тех пор. Вот и все. Ты дописал, скорее? Ну, как бы да, но у меня книжка не хронологически построена. Поэтому я какие-то главы там. Глава Китана как Якудзе. Я ее дополнил. И так далее. То есть, на самом деле, дописал. История ВКБ, дополненная переработка. Да, да, именно так. Правильно. Вот. И дальше у нас будет с искусством кино суперсобытие в среду. Мы представляем новый номер искусства кино. Он как раз выйдет. Он посвящен, в частности, ушедшей жизни Кире Георгиевне Муратовой. Мы показываем на большом экране в октябре. И всех ужасно зовем. 22 августа. Подряд два ее фильма. Ее «Настройщика» тончайший, умнейший, деликатнейший фильм с потрясающей, может быть, лучшей ролью Ренаты Литвиновой. Гениальной ролью и Руслановой, и Демидовой. У них там такой, как бы, дуэт. Потрясающий фильм. И после этого мы покажем, что это совсем раритет, в этот же день, фильм «Познавая белый свет». Это раннее Муратова, это ее третья картина, как бы советская. Здесь происходят на стройке. Там даже маленькую роль играет Людмила Гурченко. В главной роли там юная Русланова. И там лучшая роль, вот прям зуб даю, что лучшая. Это артиста Жаркова. У него две лучшие роли. Одна мой друг Иван Лапшин, другая здесь. Почти одновременно он снялся в начале 80-х. Это космос этот фильм. Как бы действие происходит, это любовный треугольник на советской стройке. Вот что-то такое по сюжету. Но вообще-то это абсурд, поэзия, комедия. Это чудо, а не фильм. «Настройщик, познавая белый свет». Будем продавать журнал, будем показывать фильм. Приходите к нам в октябре смотреть. Это действительно невероятно круто. И всем, мне кажется, можно приходить, даже детей с собой берите. «Спутник кинозрителя». Друзья, также зову вас во вторник вечером с 7 вечера и даже с полседьмого в чудесном месте в дворике библиотеки иностранной литературы. Бывали там? К Леверганту? В дворике не были, были в библиотеке. Библиотеки. Да, библиотеки. Библиотеки были, да. Не журнала. У нас будет презентация журнала, открытая для всех, с раздачей старых номеров, продажи новых и с концертом. И с микролекцией, разговором про журнал. Приходите, всех зовем. Значит, что еще, кроме показов Киры Муратовой и показов Китана? Есть еще две серии показов, которые, значит, одни из них открываются в следующий четверг. Я считаю, надо сказать сейчас, потому что, чтобы люди заранее это все планировали. Другие вообще открываются в следующую субботу, но есть причина рассказать об этом сейчас. Сейчас все объясню по порядку. В следующий четверг открывается небольшая ретроспектива чудеснейшего режиссера американского, одной из лучших. Сидни Люмиттон. Ретроспектива маленькая, всего четыре картины, но зато какие. Значит, я с гордостью, вот тут уж действительно, без преувеличения, горжусь, что я буду представлять именно эту картину. Открою в четверг, в октябре, а также это будет в Петербурге, в Авроре, ретроспективу фильмом «12 разгневанных мужчин». Это один из лучших дебютов, я думаю, вообще в истории кино. Это фильм гениальный. Если вы вдруг его не видели, обязательно приходите. Там все действие происходит за исключением двух маленьких эпизодов, один в начале, один в конце, в одной закрытой комнате, где 12 мужчин разговаривают. Это разговорный фильм. Они говорят полтора часа. Оторваться от этого невозможно. Это увлекательнее любого детектива. Это 12 невероятного качества актерских работ. Ну понятно, что там Генри Фондов, главные роли и он гениальный, и он как бы главный герой. На самом деле там нет главных героев, у них у всех нет имен. Мне кажется, что мы это все обсуждали в связи с выходом фильма Михалкова «12». И это было тоже, по-моему, 10 лет назад. Может быть. Да нет. Посмотри. Ребята, это не Михалков. Нет, я знаю. Мы обсуждали этот фильм. Да, ну это может быть. В общем, 12 разгневанных мужчин. Просто структура сюжета такая же была у Михалкова фильма. «Серпико. Собачий полдень». Это для любителей... 2007 год. 10, да, 11. Для любителей Аль Пачино, молодого и прекрасного. И, наконец, «Убийство в Восточном экспрессе» для тех, кто смотрел недавнее, читал... Ну это самые хрестоматийные экранизации, из нескольких экранизаций этого великого романа Агаты Кристи. Хочу отдельно сказать, что кроме того, что мы представляем... А в «Авроре» на выходных это будет, да, наследно? Ну то есть через... Да. Какие-то числа? 23 по 26. Я буду в Питере. Иди в «Аврору», все четыре фильма отличные. А ты туда тоже приедешь? Нет, нет, я только в Москве представляю. Значит, и... Обратите внимание... Ну, Найди в Питере, похожий на себя человек, и пускай он за тебя. Знаешь, как «Глазковый майк» в третий состав чешут. Там будет Миша Трофименков представлять, и еще какие-то хорошие критики. Короче, все в порядке. Кстати, не все знают, что «12 раздневных мужчин» снимал Борис Кауфман, родной брат Зиги Вертова и великий оператор, один из величайших лауреат «Оскара» всего на свете. Ну, дело не в «Оскарах», просто он был, ну, он гений. И фильм тоже снят вот в одном помещении совершенно фантастическим образом. Ну, увидите, если вдруг не видели. Умерла джазовая певица Аретта Франклин. Ой, как жалово. Да, она болела, давно рак был. Жалко, жалко. И обратите внимание, будет представлена книжка Сидни Люмит. Ты не читал, Петя? Нет, я даже не знал, что у него книжка. Немедленно купи, называется «Как делается кино». Оторваться невозможно. Да, круто. Это просто вау-книга. А что, уже во всех магазинах? Она уже продается, уже вышла, и ее продают, в том числе, на этой ретроспективе, которая будет. Это супер-книга, я просто писал там маленькую цитату на обложку, всегда мне прислали PDF, сказали, если понравится, напиши. И я не мог оторваться. Это с изумительным юмором. Да, потому что я надеюсь, потому что в кино-то он такой немножечко тяжеловатый пассажир. Не-не-не-не, полный порядок. Все, тогда мне давно хотелось почитать что-то про кино, с удовольствием. Вот это очень хорошо. Как делается кино, да? Да. Вот, «Как делается кино» Сидни Люмит. И, наконец, последнее, что я хотел рассказать, то, что 25-го, в следующую субботу, будет всероссийская акция «Ночь кино». И в этом году в Москве ее соорганизаторами выступили мы, то есть журнал «Искусство кино», и сделали впервые то, что не делалось вообще никогда. Ну, вы же понимаете, что такое бесплатные показы кино в большой городской праздник? Ну, не городской, а всероссийский. Это обычно старые советские хиты, какие-то прокатные хиты, что-то такое мейнстримное, что народ любит. Мы решили показать в нескольких кинотеатрах в Москве бесплатно предпремьерные показы фестивальных крутых авторских фильмов. Убежден, что будут переполненные залы, что публика, ходящая на эту «Ночь кино», возможно, впервые увидит вообще кино такого рода. Программа у нас идеальная. К чему я рассказываю об этом сейчас, хотя это будет 25-го? Только 20-го числа в 12 дня откроется регистрация. Там вход по регистрации, поскольку это бесплатно. И вы сможете, ну, зарегистрировать свои бесплатные билеты на этот показ. На эти показы. Если не сделаете этого, то не попадете. Из того, что там самое ожидаемое и крутое. Все фильмы потом выйдут в прокат, если что, поэтому не попадете, не расстраивайтесь. Последний триллер романа Поланского, основанный на реальных событиях. Роскошный. «Война Анны» Алексея Федорченко, считаю, лучший русский фильм этого года. «Подбросы» Ивана Твердовского, «Кислота» Александра Горчилина. Самые модные молодежные фильмы с кинотавры этого года. Вот не название чего стоит. «Подбросы», «Кислота», «Теснота». «Должно цеплять» и все. «Профайл» Тимура Бекмамбетова. Его антитеррористический, мощнейший и довольно андеграундно сделанный триллер. «Счастливый лазер», великолепный фильм, получивший призы сценарий в Каннах. «Магазинные воришки» японская, это золотая ветка Канн. И, наконец, в парке «Зарядье», когда праздник будет заканчиваться, на гигантском экране, открыто для всех, для публики в 2-3 тысячи человек, мы покажем ближе к ночи желтую подводную лодку «Битлз». для всех. По-моему, это классно. А «Счастливый лазер» — это что, боёпик про Кагановича или что? Очень смешно. Ой-ой-ой. Это скорее имеет отношение к библейскому лазеру, но не будем входить в это, да. Подожди, а «Зарядье», я не поняла, под открытым небом? А, там есть амфитеатр такой гигантский. А, да. Амфитеатр сам по себе крыт, если будет дождь, то зрители не польёт. Там установят гигантский экран, и будет жёлтая подводная лодка. Мы от компании-производителя, можно сказать, от самих «Битлов», получили права на этот показ. На том условии они нам дали, что показ будет бесплатный. Денег мы брать не будем. Ты практически осеменил всю Москву своими показами. Почему свои? Редкие. Показы журнала искусства кино. Редкий зал уцелел. Вот и хорошо. Прага закрыл, знаешь почему? От меня я убежала? Ну, конечно. У нас всё нормально, нам не нужны реконструкции. Ну, он же нас запнулся. Можешь ты, вас уможешь. Всё, всем пока. Вот и открылась, чем закрылась прага.